Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день. Сегодня день добрых дел на Радио Болтком, потому что это вторник, а потому что в эфире программа «Зеленая лампа». Программа о тех, кто без нас не справится с бедой и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Арита Трошкина, наш звукорежиссер Родион Золотарев. И у нас сегодня гостья, мама четверых детей, руководитель общественной организации, которая объединяет родителей детей с особыми потребностями. То есть человек, знающий по этой теме все и не просто знающий из личного опыта, но и действующий очень активно. Яна Круминя. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы очень вас ждали и мы знаем, как вам трудно было вырваться сюда на нашу программу в эфир. Да, вот вы четверых детей должны были где-то оставить сейчас пристроить. Так получилось, да? Каждой на своем месте. У Яны три дочки и маленький сын. И дочка Яны Катрины передвигается в инвалидном кресле. Все эти годы вот эта вот хрупкая женщина борется не только за здоровье своего ребенка, за здоровье Катрины, а она известный в Латвии человек, она ведет борьбу с чиновниками, она ведет борьбу с государством, она стала таким, ну, очень активным боевым человеком, потому что так сложились обстоятельства. За право учиться в обычной школе, за право получить ассистента, за право получить вспомогательные средства. И сегодня мы помогаем семье двухлетнего Артиса Круменьша. Мы будем рассказывать историю. Его история опубликована на сайте MixNews.lv. К нам обратилась мама Артиса Индра. Специалисты фонда Be Open изучили ситуацию, медицинские документы и открыли специальный целевой счет помощи. На два курса лечения. На оба курса нужно 10 700 евро. Один курс лечения – это в Польше по очень специальной методике профессора Светланы Могутовой. И один курс лечения по методике – такого в Латвии нет. Аннат Баниэль – это американская методика. А специалисты из Нидерландов приезжают в нашу детскую больницу по приглашению мамочек, таких детей, которым это может помочь. И это стоит денег, оплачивать это нужно. Ну, приносит результат. Да. Мы пригласили гостя Яну, чтобы она помогла нам рассказать радиослушателям о том, ну вот почему это важно для таких мамочек получить поддержку. Можно я телефончик только наш напомню, да, наш телефон 9306384 сегодня и еще две недели будет работать в помощь двухлетнему маленькому тяжелобольному артису. Стоимость звонка – евро 42 цента. Яна, вот к вам вопрос был. Почему важно? Да. Почему надо поддерживать? Потому что когда еще ребенок маленький или только что родился, мы никогда не знаем, что мы можем из него получить. Это может быть так странно звучит, но когда он больной с диагнозом, когда врачи страшно и диагноз поставляют, можно и случиться чудо. Это тоже случилось в моей ситуации. Я слышала много таких рассказов, когда дети поправляются. Да, они никогда не будут здоровыми, может быть, кто-то никогда не будет бегать, но он, может быть, будет жить как бы нормальной жизнью, работать, платить налоги. Ну вот да. Это тоже важно, чтобы он был нормальным членом нашего общества. И, может быть, кажется, что, например, теперь этот артис очень больной, но мы не знаем, может быть, он будет очень умный, может быть, он с новыми технологиями может работать. Вы знаете, уже там маленькое чудо произошло, потому что была ситуация безнадежная, да, то есть он родился такой крошечкой. Там вот в статье очень подробно написано, почитайте, и фотография есть, мама нам дала эту фотографию, на нее просто смотреть без слез нельзя. Родился мальчик раньше времени, это очень-очень долгожданный ребенок, 640 граммов он весил, когда родился. То есть он помещался на одной ладошке, на двух ладошках вот так можно было держать. И пять месяцев мама с артисом, с мальчиком провели в больнице, потом их выписали домой. И, в принципе, она говорит, что она очень благодарна врачам, да, нам приятно это говорить, потому что очень часто врачей ругают, и мы тоже критикуем. Но в данном случае она очень благодарна, потому что врачи сделали невозможное, вытащив ребенка из тяжелейшей ситуации, у него было кровоизлияние в мозг. Ну, конечно, последствия остались, и, конечно, то, что делает эта мама, то, что делает она вместе вот с мужем, с папой, это все, они все свое сердце, все свои силы отдают этому ребенку. И есть результаты. И, к сожалению, то, что может, тот минимум, который может предложить наше государство, да, на который имеют право вот мамочки таких детей с тяжелыми неврологическими нейроповреждениями, это абсолютно недостаточно. И этому ребенку нужна очень мягкая такая тендер-терапия. И мама провела огромную исследовательскую работу. Она переписывалась с клиниками, она консультировалась с нашими местными латвийскими врачами. И вот эти две методики, одна американская, другая вот этой польского профессора, ну, есть надежда, что это может сейчас до года дать толчок. Яна, скажите, а вот легко ли вот так вот со своей бедой, вот мама обращается в фонд, рассказывает, дает фотографии, распахивает душ и говорит, у меня нет другого выхода, люди, помогите. Вы тоже через это проходили. Как это было? И не раз, и не раз. Это очень трудно. Это очень-очень трудно. Ты идешь со своей, ты, во-первых, живешь со своей бедой, как ты там проживаешь. Но ты должен свою беду вынести всем, что все видели, и рассказывать о том. Это очень-очень-очень трудно, потому что и в окружающем круге есть люди, которые тебя не поймут, твою семью. Еще и осудят. Да, и осудят. Это очень трудно. И я много времени провела с мамочками тоже, которые перешли через это, что они просили какую-то помощь. И потом, в каком состоянии они находятся, кто плачет, кто падает в депрессию. Это недели после этого очень всегда трудные. Ну, потому что ты свою душу открываешь, ты свое несчастье еще всеми рассказываешь. Может быть, кто-то не знал еще, вот увидел. Ну, что подумать? Ну, такие ведь люди. Но на это решаются мамы, которые приняли вот эту боль, приняли эту ситуацию. Не всегда, не всегда. Это по-разному. Просто ты понимаешь, что ты больше не можешь помочь своими силами этому ребенку. Если государство тебе дает 10 раз в визитерапии в году, 10 раз. А надо каждый день, в принципе, по большому счету. Как у артиста, там надо каждый день, да. Или терапия, или бассейн. Ну, нет у нашего государства таких возможностей. И нет очень богатых государств таких возможностей. Много разы собирает общество и Европе для специальной терапии. В любой стране, это правда. Где-то больше, где-то меньше. Яна, ну вот вы сейчас у нас не как человек, обращающийся за помощью, а наоборот, как консультант наш. Мы ждем ваших советов. И те, кто нас сейчас слушают, тоже будут вам благодарны за ваш опыт. Потому что вы прошли большой и такой очень нелегкий путь. Мы еще спросим, где вы силы на это брали, да. Но вам удается чего-то добиваться. Вот вы возглавляете общество родителей, у которых дети больны тяжелыми заболеваниями. Это спинобифида, это и другие сопутствующие заболевания. Да, ЦП, это жалко. Да. Как вот вы стали главой такой серьезной организации? Ну, это так, как-то получилось. Мы просто собрались там 10 лет приблизительно назад, много семьи. Мы собрались как раз в нашей квартире. И так получилось, что они выбрали меня. Но тогда я вообще не могла ни слова сказать, никакое телевидение, никакое радио. Но что-то поменялось. За 10 лет. За 5 лет. За первые 5 лет. Ну, ты переходишь через траур, ты теряешь своего здорового ребенка, и ты должен принять больного ребенка, у которого есть какие-то недуги, или что он что-то не умеет, или вообще он совсем лежачий ребенок. И когда президент Катрины был 5 лет, я тонула. Я чувствовала, что я тонула. Я готова убить того, который виноват. Потому что я тону не в том, что у меня есть Катрина. Столько много проблем. Там детский сад, школа, вспомогательные средства. Везде, где ты идешь, там проблемы. Или нет денег на операцию. Не делай такое в Риге. Коляски. Ну, там проблем было страшно. Я была готова убить этого чиновника. Но я поняла, что такой ненавистью, ну, что я могу поделать? Ничего. Надо просто все это другое. Роструктурировать. Да, да. Ну, как-то обстоятельства сложились. Раута Деймонта мне предложила пойти с ней на какие-то передачи, дискуссии. Это руководитель фунда ЗАИДО, ТВ. И потом уже, ну, так пошла, пошла. Яна в свое время прославилась, можно так сказать, как женщина, как мама, которая отважилась подать в суд на систему. Вот расскажите, как вы на это решились и чем закончилось? Ну, это тоже из-за того, что ты тонешь. Практически на государство. Ну, пять лет платили за свои деньги или за деньги общества, которые жертвовали через ЗАИДО, ТВ и другие организации для артозы, которые нужны были моей девочке, чтобы она могла ходить. И она ходила очень классно тогда. И эти суммы страшные. Раз в год, там, четыре, пять, шесть тысяч, она вырастает, и каждый год это сложно. Представьте, что для семьи, в которой растет ребенок такой тяжелый, это невероятная сумма. Плюс еще репабилитация, плюс дорога. Я сейчас говорю, любой семье невероятно. Да, ну, со всеми деньги уходят на лечение. Повезти к доктору в Германию или повезти к доктору в Таллинн, мы там справлялись. Но эта сумма, ну, пять тысяч или четыре, каждый год, ну, это страшно. И тогда сотрудничала с одним конторой юристов, которые мне предложили, что они могут посмотреть все дела Катрины. В том году я начала переговоры с Рижской домом насчет образования, инклюзивного образования. У меня было тогда много дел, на которые юристы согласились. Но мы, как бы, до суда пошли только с этими артозами, с техническими помогательными средствами. Да, я судилась с Вайвер технической опалыглой и заклюциейнтерс. Ну, как бы... Который отказал вам? Они никогда не оплачивали артозы, которые не изготавливались в Латвии. А в Латвии вообще такие... Модерности. Знаете, мы видели. Не выготавливались в Латвии, но которые актуальны, современны, удобны. Да, удобны. Их не делают. И не повреждают здоровью ребенка, не делают. Если не делают, значит, не оплачивают. Ну, и этот судебный процесс, как бы, позитивный результат этого, что государство теперь оплачивает, в моем случае, это 2,5 тысячи. В других случаях это несколько, 100 евро. Это небольшая сумма. Внимание, вот сейчас вопрос, а сколько стоят эти артозы? Ну, вот я думаю, что мы в этом году будем, Катерина, новые делать. Ну, это будет приблизительно 10 тысяч. Ну, это в Эстонии. Если такие же мы делали в Германии, это уже где 10-15. Да, легче сделать в Германии, это неделя. Голова не болит. Но это намного больше денег. Ну, то есть, смотрите, 2,5 тысячи, да, и 10. Да, и 10. Но, в принципе, если бы вы не подали в суд, если бы не было тогда вот этого общественного резонанса, то и такую компенсацию сейчас бы родители не получали. Значит, о чем вот сейчас мы говорим? Мы говорим о том, что в любой самой тяжелой ситуации нельзя опускать руки. И нужно бороться, и нужно идти, потому что, если ты прав, то ты найдешь какие-то возможности и людей, которые тебе помогут. То есть, вы добились, это первый такой шаг был, добились очень важных результатов, там какие-то будут следующие шаги. Напоминаем, что сейчас, что вот на этой неделе мы помогаем двухлетнему Артису собрать деньги на очень серьезную, очень важную для мальчика реабилитацию у специалистов из Нидерландов и нейрологической клиники в Польше. Это очень важно, и это может дать ребенку шанс серьезно поправить здоровье. Телефон 9-3-0-6-3-8-4 работает всю неделю и следующую неделю для Артиса Круменьша. Вы знаете, вот в двух словах, чтобы обрисовать, ну вот какой этот малыш, которому мы помогаем, он очень такой, ну, светлый. Мы пришли, и просто мы посмотрели, говорим, он у вас просто как маленький принц. Он был в темно-синей пижамке, в светлую звездочку такой. И кудряшки. Светлые-светлые кудряшки и голубые глаза. Он очень доброжелательный, он очень общительный, он очень улыбчивый, он очень такой благодарный, он очень открытый, и он очень хрупкий и беззащитный. Мама его не спускает с рук, и она сейчас очень надеется на то, что можно будет получить какую-то поддержку и пройти вот этот курс лечения по современным методикам, которые могут помочь именно в его случае. И сумма большая, 10 700 евро, но это сумма на год. Это два очень серьезных курса на год, да, вот все, что вот сейчас просит эта мама. Сейчас у нас большой перерыв, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа», программу о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. И напоминаем, что в гостях у нас Яна Круминем, мама четверых детей, руководитель общественной организации, объединяющей родителей, у которых детки с особыми потребностями. И вот эта та женщина, вот эта хрупкая женщина, она уже столько сделала для того, чтобы вот продвинуть, она борется за права этих родителей, за права этих детей, расти в нормальных условиях и получать то, что они должны получать. Ну, сейчас продолжим разговор. Вначале просто хочу назвать очень красивые цифры, и, как всегда, сказать всем огромное спасибо. Это так приятно говорить. Мы на прошлой неделе посвящали программу тренеру Ольге Нечаевой, уникальной совершенно женщине, которая, которые приходят родители с детками, многие из них даже не стоят на ногах, да, ну, всякие самые тяжелые случаи, тяжелые диагнозы, и ДЦП, и синдромы Дауна, и другие заболевания. Она ставит их на коньки, и не просто ставят на коньки, они у нее медали получают, они у нее выигрывают. А самое главное, что они учатся побеждать, они учатся преодолевать трудности, относиться к трудностям правильно, и очень во многих случаях происходят какие-то чудесные выздоровления. Вот просто мы видим результаты, и ребенок начинает кататься, ребенок начинает улыбаться, и таких случаев очень много. И вот в помощь воспитанникам, таким воспитанникам Ольге Нечаевой, мы просили вас, мы собирали деньги, просили вас о помощи. Потому что с этих родителей тренер не берет денег. Она говорит, у меня не поднимается рука, потому что я знаю, какие средства в этих семьях уходят на лечение, на реабилитацию, на логопевтов, массажистов, физиотерапевтов. Тут Яна сидит и грустно вздыхает, и кивает головой. И вот если не поддержать эту чудесную женщину сейчас, то как-то все очень тяжело может сложиться, и дети могут потерять эту возможность, потому что за все, сами знаете, у нас везде изолеты, из-за раздевалки, из-за коньки, за все нужно платить, платить и платить. Но смотрите, у Ольги Нечаевой две группы детей в Лепое и в Риге, вот таких вот особенных детей. И на годовую программу мы собрали им 5 987 евро, то есть без капельки 6 тысяч. Это на год вот эта группа детей сможет заниматься. Из них на счет поступило 4 335 евро, было сделано 1139 звонков на сумму 1652 евро. Очень нравятся нам эти цифры. И вот эти дети уже смогут год заниматься. Но за это время после программы приходят новые и новые дети. Новые и новые дети, они тоже хотят заниматься. Поэтому счет вот этот целевой, он остается в силе. И если вы хотите поддержать это прекрасное начинание, пожалуйста, мы будем вам очень благодарны, потому что это делает все наше общество немножко лучше. А в гостях у нас Яна Круминя, мама четверых детей. И одна девочка у Яны передвигается в инвалидном кресле. Ян, вы сказали такую фразу, что если родители таких детей не спиваются, не сходят с ума, не опускают руки, не вешают нос, а решают бороться, то бывают поразительные результаты. И вы рассказали, как вы сходите в детский дом на улице, капсуле, которая находится, и что вы можете сравнить, когда... Расскажите, пожалуйста. Да, вот этот ваш опыт. Там новый проект, я так много еще не могу чего рассказать, но там будет проект, мы будем встречаться с родителями, которые на узвестные гумопамата отдали своих детей на государство. То есть, ну, как бы временно. Ну, временно, не временно. Они не отказались, но они дали на попечение государства. Они просто не справляются. Я их так хорошо понимаю, потому что трудностей, ой-ой-ой, сколько. И мы будем встречаться с этими семьями. Может быть, что-то в жизни тех семей поменяется. Может быть, они найдут силы в себя и возьмут этого ребенка обратно в семью. Потому что они не отказались от своего ребенка. Просто вся эта ситуация, нет помощи, нет поддержки. Ну, вот теперь в детской больнице, она как бы стала уже более дружной для всего общества. Я сама с здоровым ребенком только что была там и смотрела, ну, как за границей у нас там. Но там у нас тоже есть родительский совет. И там мы сделали такой проект «Семья в семье», который менторный такой проект. Обучающий, да. Да, мы тоже будем работать с семьями, например, у которых родился такой ребенок. Или заболел таким заболеванием. Заболевание тоже в нашей семье. И тогда мы с этой семьей встретимся и будем поддерживать, рассказывать, что мы делаем. Потому что если у тебя такой ребенок родился, ты вообще не знаешь, куда идти. Это главное, что информация нет. Детская больница, а семейному врачу, а кто, ну, он не специалист в таком тяжелом случае. Это очень важно, найти такую же семью. Но мы не будем, как бы, консультанты по медицинским вопросам, там это дело врачей, но все равно поддержка. Поддержка, информационная поддержка. Да, эмоциональная, психологическая. Да, и как, например, там получить инвалидность, какие-то пособия. Это тоже нигде не написано. Никто не знает. Мама маме говорит. Как бы этот проект уже долгие годы. Мама маме. Ну, я очень надеюсь на этот проект «Семья, семья». Яна, расскажите, вы оказались совершенно случайно. Вы пригласили Яну как гостя программы и сказали, что наша программа помогает маме Индре Крумине. Вы оказались даже однофамилец. Да. И оказались знакомы. Мы не знали этого. Да, мы с Индрой, ну, как бы, очень дружили в молодости. Если так можно сказать, мы были в одной группе, в церкви, там занимались вместе. Ну, да, там тоже и были программы для детдомовских детей, летом в лагере, где мы были вместе. То есть это еще до Катрины? Да, до 20 лет тому назад. До замужества? Да, до замужества. Вот мы и женились, и обе однофамильцы. Это судьба. И обе вышли за мужчин по фамилии Крумине. Ну, да, мне как-то больно, да, за подругой. Ну, подругой, да, она была подругой, ну, что у нее тоже такое несчастье. Но я очень рада за нее. У нее только два года сыну, она уже так начала бороться. Мне надо было пять лет, чтобы я до такого уровня дошла. Ну, поднять нос из... Индра по профессии сама психолог. И она еще пытается, как психолог, тоже помогать мамам вот с такими сложными детками. Вообще удивительно, сколько у нас за время существования нашей программы, вот каждую неделю история, да. И сейчас мы, когда встречаемся с новой семьей, оказывается, что мамы... Многие знакомы, да. Многие знакомы между собой. А нет другого варианта. Это один способ, как выжить. Вы мне спрашивали, где я беру ресурсы, силы. И это тоже одно место, где я беру силы. Это разные группы. Я в двух группах таких, где мамочки собираются. Одна группа у Полыдзай Смелвэй, где я тоже Индру и Павилай опять встретились. И другая просто неформальная группа у нас. Но это очень-очень важно, что нашел такого же человека с похожей бедой. Легче просто идти по жизни дальше. Ян, а вот вы скажите, негативный опыт у вас тоже уже был во время ваших этих хождений по инстанциям. И одна история нас просто потрясла, когда вам сказали такие жестокие слова. Когда чиновники обвинили родителей в том, что они извлекают пользу из-за положения своих детей. Как это было? Ну, это, я бы сказала, проблема номер один. Это помогательные средства все эти. Коляски, артозы, ну, все это. А второй... Корсеты вот эти поддерживающие. А второй очень такой вопрос – это ассистенты. Ассистенты. Я работаю в многих этих Дарбо-группах, которые министры в Рижской Думы. Иду на собрание. И когда нас обвиняют, что мы хотим сидеть на шее государства, ну, тогда очень-очень обыдно. Они говорят, что мы как бы сами выбрали, маму выбрали сидеть дома со своими больными детьми и получить эту компенсацию. Ну, компенсацию. Есть такая программа, как бы, государственная мама больного ребенка может получить... Ну, это не мама. Нет, ну, ассистент. Ребенок имеет право на ассистента. Им может быть и мама также. И мама, и папа, и бабушка, и дед, любой, или сосед. Или обученная няня специальная. Да, но это зарплата за то, что они делают, это вообще страшно. Есть семьи, которые получают там 40-80 евро за месяц. Это в районах? Ну, в районах. Или если ребенок такой лежащий, да, который не может идти, как моя Катрина, нарисовать, там, на швейный кружок или теннис играть, тогда они просто ничего не получают. И чиновники, они думают, что мы сами выбрали такой путь сидеть дома. Ну, извините, но я не могу найти своей, как бы, по килограммам здоровой девочке, она 40 килограмм весит, плюс коляска, плюс артоза или роллер, еще женщину, которая вот с ней занималась за 200-300 евро. Ну, это не... Ну, да, чтобы вы, например, ее оставили кому-то на руках и пошли работать. Да, я была бы очень рада идти работать, платить налоги, не сидеть на это, ну, не знаю, это не пособие. Ну, и проблема ассистентов еще и в том, что вообще найти трудно человека, которому можно доверить ребенка. Да, 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 да. И готовят специально? Нет, не готовят, нет такой программы, нет. То есть у государства нет такой программы обучения ассистента? Мы говорим про эту такую программу по обучению, ну, не знаю, 3 года. Вот я иду на это собрание, ну, по-пустому. Не знаю. Я думаю, что проблема... Они говорят, что нет денег, но я думаю, что проблема не в деньгах. Они просто не хотят менять эту систему. Они что-то сделали, что-то налепили, и вот вы исправляетесь, как можете. Социальный работник может не принять мой отчет за прошлый месяц из-за того, что не такая подпись или не такой штамп. То есть это вот отчет за эти 200 евро? Да, да, да. Ну, это очень большие деньги, если 200-300 собираешься. Я говорю, что есть даже... Меньше. Меньше 100 евро. И этот отчет очень скрупулезный, не такая подпись. Вот говорят, все, не принимаем, деньги задерживаем. А если бы я нашла ассистента, что я бы ему говорила, он в этот месяц неправильно там наштамповала этот... То есть у вас были месяцы, когда вы не получали? Нет, ну, я получала. Теперь у меня себя... Когда приходят к виновникам, они уже встают. Я себя обижать никому не дам, и своих мамочек, которые вокруг меня тоже. Но вы же не сразу такая были, вы стали. Я встала, да, жизнь меня, ну... Я бы хотела бы сидеть дома со своими детьми, идти на работу, к которой я училась. У меня есть профессия хорошая, но я не могу. Я всю жизнь поменяла, потому что... Ну, нет этого отбалста, ну... Поддержки. Поддержки. Нормальная система, нет нормальной. Но я бы как бы... На эту систему уже работаю 5 лет, но нету тоже плодов. А вот, знаете, такой вопрос, с какой семьёй мы не сталкиваемся, когда нужны артозы, да? Да. Родители пробивают лбом стенку, и потом они упираются в неё, и идут в благотворительный фонд, открывают счёт для пожертвования, предоставляют все документы, чтобы заказать артозы. И самый такой оптимальный вариант – это в Эстонии. Да, да. Мы каждый раз спрашиваем, а почему в Эстонии могут делать хороший артоз, а в Латвии не могут? Вот почему нет? Вы же тоже спрашивали. Они не научились, но теперь государство хочет открыть этот закон и хочет поменять алгоритм цены на артозов, чтобы поднять эту цену. Может быть, кто-то из производителей в Латвии поедет и будет учиться. Но производители не хотят открыть эту цену. И вот мы в прошлой неделе сидели в министрии и ничего не добились. Это же не в стенку, я даже не знаю. Это же дело государственной важности, это же можно государственно регулировать. Это же такая вот просто такая вселенская проблема взять и научить какую-то группу мастеров изготавливать артозы для наших латвийских детей. Вот на этот вопрос, к сожалению, у меня нет ответа. Ну, это очень, это даже не обидно, это очень скучно, что... Грустно. Грустно, да. Потому что это только не дело мамочек и инвалидов, которые используют артозы, это и дело производителя. Это ведь страшные деньги, которые они упускают в Эстонию, в Германию. Я знаю, что в Литве тоже проблемы с артозами. Ну, тогда бы учились, и вот это тоже литовские пациенты привели бы сюда. И насчет артозов, технологии меняются, уже 3D принят, начинаются эти артозы. Ну, хорошо, тогда учимся что-то новое, которое еще нет в Эстонии, Литве, может быть, даже Польше. Я знаю, что приезжает Таллинн из Украины, из Беларуси, там большой рынок, я это не понимаю. Я тоже пошла учиться, взяла няню, все устроила, платила за курсы, чтобы я подняла свою квалификацию, чтобы я больше денег получила, а они не хотят. Вот, нет у меня ответа. Яна, давайте мы вас попросим подумать, что можно сделать, чтобы устроить такой своеобразный день теней. Взять этих чиновников прекрасных, которые вам сказали, что вы сидите на шею государства, да, и хотите только получать деньги и искать пользу. И пригласить их в эти семьи ассистентами на один день. А мы бы сделали репортаж. О, прекрасный. И чтобы этот чиновник поднимал 40-килограммового ребенка, нес его в туалет, вытирал ему попу, бежал. По закону ассистент, он не ходит в туалет, он только отвозит до дверей. Вот такой у нас закон. Он от двери до двери. Например, от дома до больницы. Как он там в больнице справляется? Или ему нужен туалет? Кого бы вы к семью пригласили? Сперва главных чиновников из LabClubs Министрей, которые отвечают за этот вопрос. Потом несколько чиновников. Например, я живу в Риге, и я и мои мамочки сталкиваются с проблемами социальной, социал-адеянности. Там есть тоже люди. Рига с домом. Рига с домом, социал-адеянности. Да. Мы уже приглашали их. Но они думают, что это юмор. Ну, для них это был бы прекрасный семинар. Это как обучающий семинар. Они бы посмотрели, как это на самом деле происходит, и на что нужно обратить внимание. Как мы сидим на счет государства живем. Ну, вот сидим на шее государства. Вот Яна пришла к нам с большой такой тетрадкой. Можно я буду туда подглядывать? Мы полистали эту тетрадку. Вы знаете, это энциклопедия. У нее там все записано по шагам. Что, кто ей сказал, когда, где, что. То есть это вообще можно публиковать. Потому что меняется иногда политика. Вот теперь была реформа. Преведущий министр, он хотел делать реформу вспомогательных средств. Но новый САИМ его как бы поставил. Вот теперь в настоящем режиме. Мы большие надежды полагали на эту реформу. Работали вместе с министром. Ну, отдавали много времени своих идей, чтобы поменять. Чтобы государство не покупало коричневые сандалии для всех одинаковые. Чтобы, если мне нужны розовые сандалии, так они покупали. Ну, сандалии имею в виду, там, коляски, артозы. Ну, все, что нужно для инвалидов. Потому что вся Европа живет так, что то, что тебе нужно, индивидуально смотрим, делаем. Не покупаем все одинаковое. Мы верим, что что-то изменится, но для этого нужно делать шаги, конечно, безусловно. А вот про инклюзивное образование еще несколько слов скажите. Ну, да. Мы же к концу программа подходим. Как получилось, что ваша Катрина учится в эстонской школе? Вот это два года я боролась с Реческой Думой, с департаментом. Департаментом из ГЛИД и Бессонзинатным департаментом, да. Ну, я победила. У меня все хорошо. Девочка учится в третьем классе. Там прекрасная школа, директор, учителя. И даже дети прекрасные. Не только, которые, а на месте учатся. А большие эти пусы, подростки. То есть, подростки, да. Эстонская школа единственная согласилась принять. Ну, в моем районе, да. Они начали со мной работать. Они говорили, что да, посмотрим. Но мне очень повезло. Потому что мы везем Катрину в Эстонию к врачам делать артозы. И она теперь у вас перевозка может быть. Ну, не только, например, учительница могла поехать на курсы в Эстонии. Там не надо было ждать, когда будут курсы на русском в Эстонии. Она просто поехала, когда была на эстонском. А какие-то школы вас отказались принять? Да, отказались, да. Ну, не только проблема в школах. А в департаменте они не хотят детей с особенными потребностями в простую школу. Мы хотим привлечь внимание всех вот к этим вопросам. Это только маленькая часть айсберга, да, потому что еще за кадром очень много вопросов. Мы, конечно, продолжим этот разговор. Продолжим и с Яной, которую мы благодарим очень. Напоминаем, что наша программа на этой неделе и на следующей неделе помогает маленькому совсем еще маленькому мальчику. Два годика ему это артист, кроме меньше, он очень-очень нуждается в нашей помощи. И эта помощь его, ну, буквально, это шанс реальный. Программа реабилитации, серьезная нейрологическая программа, стоит 10 700 евро. Телефон на год. Телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек, работает вот всю неделю для маленького артиста. Яна, к вам такой вопрос в заключении. Что вас радует? Что мне радует? Да, что вас радует вот сегодня, сейчас? Ну вот. Вы улыбаетесь, несмотря ни на что. Перед этим я отвезла свою дочку на занятие, где она там вышивкой занимается, цветами, такой женский кружочек. И я торопилась сюда, и я отвезла ее час пораньше, и она сама там справилась. Я так рада, что она и сама может провести время просто подождать там с друзьями. И я радуюсь, что вот я добылась уже такого уровня, что она может сама жить своей жизнью. Не только сидеть как бы, ну, маме и папе нашей. Но у вас еще трое детей. Да. Ну, они ведь здоровые, они радуются. Да, но это что же радость? Там нет таких трудностей. Ты просто радуешься, слава Богу, что здоровы, и все. У Яны очень красивая семья. Мы опубликуем фотографии. Порадуйтесь тоже вместе с нами. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Мы это обязательно продолжим, будем писать, и еще вас не раз пригласим. И наша поддержка с вами. Удачи вам во всем. И спасибо всем нашим радиослушателям замечательным за вашу отзывчивость. Всего доброго и до следующего вторника.